Барнаульский полигон 32 гектара, вместимость 750 тысяч тонн. И это место, которое уже более 40 лет захлебывается в мусоре. Сюда привозят отходы не только потребление, но и производство. Кстати, только по Барнаульской зоне выходит около 280 тысяч тонн мусора в год. По данным Росприроднадзора, остаточная вместимость городского полигона будет исчерпана уже к 2023 году, но и до этого момента его легитимности есть вопросы. Нахождение полигона на территории города противоречит федеральному закону об отходах производства и потребления. Помимо этого полигон находится в 6-й при аэродромной зоне, 6 километров от контрольной точки аэродрома вместо 15 километров. Контролирующими органами неоднократно поднимался вопрос о ликвидации полигона в связи с фактором скопления птиц. Времени на подумать остается все меньше. В регионе говорят о необходимости искать участки под новый полигон. Но это не решит проблему с отходами, которые продолжают сегодня отравлять почву и воду. Очевидно, необходимо создание экотехнопарка. Он мог бы появиться в Первомайском районе. Современный комплекс с новыми технологиями, которые соответствуют всем экологическим требованиям. В этом году инвестор провел все необходимые изыскательные работы. Мы получили положительное заключение всех комитетов. Ну, начиная от комитета по физической культуре и заканчивая архитектурой и памятниками. Что касается походов к населению, объяснение этой ситуации. Никаких препятствий здесь нет. Мы готовы идти, мы готовы показывать. Значит, наша команда живет полностью в Первомайском районе. Все эти вопросы мы готовы идти, рассматривать, если в этом будет интересно. Бесспорно, это далеко не последний круглый стол по вопросам отходов в регионе. Ведь ситуация мусорного пузыря, который вот-вот лопнет, сложилась не только на Барнаульском, но и на других полигонах края. И это уже должно беспокоить не только различные ведомства или инвесторов, но и самих жителей региона. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.